Вот такая вот интрижка сказала она и сделала кульбит. Вот так. Понедельник. Это значит начинается новая неделя, когда мы входим в какой-то новый период с новыми начинаниями, с новыми мыслями, идеями, затеями. И нам всегда в понедельник помогает наш эксперт, наш лучик солнца. Вообще просто человек праздник. И до того, что понедельники не плохой день, а просто понедельник прекрасный день, чтобы что-то делать, Владимир Ченевизов уже в студии встречает. Как вы сказали, ловкий я, да? Ой, как ловко. Как ловко получилось. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утречко. Мы целовались. Доброе, хорошее утречко, да. Так мы только что целовались. О боже. Да. Ты нам сообщил тут, что есть сегодня дата, о которой мы не сказали в начале программы, но она тоже очень важная. Совершенно верно. Я как детский психолог просто не мог ее обойти стороной, потому что сегодня международный день детского телефона доверия. Да, очень важная служба. Это очень важный праздник. И он приурочен как раз таки к тем темам, которые мы, в принципе, обсуждаем всегда, да. Счастливое состояние глобально, да. И детки это тот самый незащищенный плац населения, который, к сожалению, иногда не знает, как решить свои вопросы. Но мы-то знаем, как их решать. Поэтому сегодня и начнем это делать, как всегда, как обычно. Я сегодня буду говорить, ну, понятное дело, приурочен к празднику на тему детские царапки. У меня такой был пост научный, да, цап царапки назывался. Царапки, да. Интересно. Это, собственно говоря, то, что идет неосознанно из детства, да, какие-то фразочки наших родителей, которые мы, как бы, пропускаем мимо себя, ну, впитываем. Допустим, не будешь есть, не водишь из-за стола. Пока не доеду. Да, будешь себя плохо вести, вот один тебя там у дяди или той тетей. Что в этом ключе? И потом это складывают такие некие вопросы перед взрослым человеком. И чтобы их решить, мы будем пользоваться, как всегда, чем? Практикой. Практикой. Практикой, ну, совершенно верно. Практикой, медитацией, моя любимая. Одна из них. Я хорошая ученица. Да. Пятерку. В зачет сразу. Смотрите, начну с того, что есть классные практики обесценивания ситуаций. Как-то модное слово проблем, хоть я его не люблю, но, чтобы меня понимали телезрители, да. Первое, да, что мы делаем? Можно прямо уже начать делать, да. Так, нужно как-то поудобнее сесть? Нет, нет, совершенно свободно себя чувствуете, ощущаете. Первое. Когда вы почувствовали, что совершили какую-то ошибку или там какую-то ситуацию, в которой вы переживаете, делаем так. Ошибочка. Упс. Да, совершенно верно. Обесцениваем ситуацию. Ошибочка. Нашему шеф-редактору очень понравится это упражнение. Нет сюжета. Ошибочка вышла. Ребята, кто опоздал на эфир? Ошибочка. Спасибо вам. Да, обращайтесь. Второй момент. Мы, безусловно, делаем вдох-выдох. Это мы уже умеем делать, да. Пропускаем энергию. И хорошо, да. Мне бы сказали, чтобы я не дул на микрофон. У меня аж мурашки немножечко такие. Да, да, да. И третье, то, что мы делаем. Мы себя обнимаем и гладим. Потому что мы себя что делаем? Любим. Любим. И говорим себе, я хороший, я замечательный. Я самый лучший. Да, да. Все. Прям му-му-му-му-му. Да, все пошло. Все, что мы любим. Вообще, кстати, слушай, я как бы то знала про эту схему. Потому что у меня бывало такое, знаете, в спортзал придешь и так упашешься. Все. Ну никто ж не похвалит. И я реально выходила из спортзала и говорила, Лен, ты умничка. Ты такая умничка. Умничка, правильно. Это очень важно себя хвалить. Взрослые, к сожалению, об этом забывают. А вот детки очень любят это делать. Не подходит, все говорят, я же хороший, да? Да. Вот так же, да. И теперь, собственно, детская медитация на внутреннего ребенка. Ну, как она не детская, она взрослая, безусловно, да? Но именно мы будем погружаться в наши детские травмы, сложности. Такая глубинная тема. Тезисно расскажу, потому что времени у нас, как всегда, не хватает. Да. Значит, начинаем медитацию мы с чего? С расслабления и вдохов, да? Поэтому занимаем удобную позу. Давайте, я даже с вами помедитирую. Обожаю. Главное не уснуть, да? Да ладно, у нас время есть, можем немножко. Да, значит, делаем глубокий вдох через нос, выдох через рот, расслабляем все наше тело, наше сознание, наши разумные мысли. Можно закрыть, можно открыть, как удобно. Мы помним, что... Мне удобно на тебя пока смотреть. Хорошо. Поза комфорна. Спасибо. Вот, значит, вдох-выдох, расслабили все наше тело. И, значит, визуализируем дальше, следуем за моим голосом, да? Мы идем по темному коридору, с правой стороны от нас двери с табличками, на которых изображены цифры, равные вашему возрасту. И вы, значит, проходите и доходите до двери с цифрой 5. Заходите в ней, визуализируете комнату, в которую вы зашли, потом визуализирует в себе окошечко и вид из окошечка, закрываете окошечко, разворачиваете, видите ребенка. Этот ребенок вы, в возрасте 5 лет. Вы ведете с ним диалог, спрашиваете, как у него дела, что все ли хорошо, что ему нравится, что не нравится, чего бы он хотел, что сделает его счастливым, что сделает его любимым. Безусловно, наша психика что делает? Она отвечает нам на этот вопрос, и мы понимаем, что нам надо и необходимо, еще и с детства идущая, чего нам не достает. Далее мы благодарим его, прощаемся, обещаем вновь вернуться, выходим, идем по коридору обратно к двери с цифрой, равной нашему возрасту, и заходим в нее, представляем прекрасную поляну, солнечную, счастливую, комфортную, ощущаем там энергию силы, солнце, смотрим на солнышко, не боимся на него смотреть, оно не обжигает наши глаза, озаряемся, освещаемся этой солнечно-золотой энергией, погружаем ее в каждую клетку своего тела, закрепляем, делаем глубокий вдох-выдох, выходим из медитации и остаемся осознанными, счастливыми, солнечными, золотыми людьми. Вот, с пониманием и осознанием ситуации, которую нам нужно проработать. Нет, на самом деле, когда мы заговорили, я почувствовала, что у меня начали подступать слезы, и я думаю, так, 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 я на работе, надо выйти из этой комнаты 5 лет, заходим обратно, ну, в 20. С хвостиком. И все, Вова, большое тебе спасибо. Во благо. Как радостно начинать неделю всегда с тобой. Помните, что понедельник – это отличный день, а совсем не тяжелый. Шустрое утро. И самое главное – улыбаться, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ